Для некоторых мировых лидеров общение с президентом США Джо Байденом стало облегчением и глотком свежего воздуха после его американского предшественника Дональда Трампа. Например, французский лидер М.Н. Эль Макрон сообщил после личной встречи с действующим хозяином Белого дома на недавнем саммите G7, проходившего в заливе Карбис в Корнуоле на юго-западе Англии, что он в восторге от Байдена, пишет польское издание Дурзекси. Один из журналистов задал вопрос главам государств, вернулась ли Америка. Байден повернулся к Макрону и показал французскому президенту, что он должен ответить на этот вопрос. Совершенно верно, приятно иметь дело с президентом США, который является членом клуба и готов к сотрудничеству, утвердительно ответил Макрон. Америка, как лидер свободного мира, вернулась, добавил он. Как отметило агентство Reuters, поведение Макрона напоминает слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который назвал Байдена глотком свежего воздуха. При этом ни Макрон, ни Джонсон не проводили прямых сравнений между Байденом и Трампом. Однако француз и британец высоко оценили качество Байдена, отметив, что у многих их европейских союзников наступило облегчение, так как Трамп иногда шокировал и сбивал с толку своими заявлениями. Байден сказал, что США ощущают сплоченность НАТО и выразил поддержку Евросоюзу, который подвергался большой критике со стороны Трампа. «Я считаю, что ЕС — чрезвычайно сильная и динамичная структура, которая во многом связана со способностью Западной Европы не только решать свои экономические проблемы, но и обеспечивать основу и поддержку НАТО», — пояснил Байден. Напоминаем, что саммит G7 состоялся перед встречей Байдена и президента России Владимира Путина, которая должна состояться в Женеве, Швейцарии, 16 июня.